Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» 27 том. Тема «Государство правителей». Вопрос 3880. На каком основании появилось законодательство о религиозных культах, по которому осудили многих баптистов? Действительно ли это равно, как пострадать за Христа? Так, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Законодательство о религиозных культах всегда было и в любом государстве. Но какое оно и какая роль дается в этом законе личности и его свободе общения с его божеством? Есть законы, которые называются драконовскими. Но есть законы драконовые, прямо исходящие от семиглавого змея, древнего дракона. Советское законодательство вполне было бы допустимо, если бы не было лишь прикрытием для мирного мнения, мирового мнения. На самом деле, его нарушали сами же власти, нарушали с цинизмом и наглостью. Считаю, что как делали первые христиане, так надо и нам делать. Тут деяния апостолов должны стать настольной книгой и инструкцией. Они не шли в лобовую атаку, но маленькими группами рассасывались, занимались и в подземельях, собирались по ночам и так воспитывали своих детей. Ходили переодетые под нищих и военных священники и епископы. Главное – жить по заповедям Божьим, исполнять святые заповеди Христовой любви. И будут они взывать к Господу, но Он не услышит их и сокроет лицо Свое от них, на то время, как они злодействуют. 1 Петра 4.15 Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. 2 Тимофея 2.9 За которую я страдаю даже до уст, как злодей, но для Слова Божия нет уст. Не уповайте на князей, они рождены от людей, и всяк по естеству на свете честью равен. Земля родит, земля пожрет, рожденный всяк рожден и умрет. Богат и нищ, презрен и славен. Тогда исчезнут лести те, которые даны суете. И чем гордились бесстыдные человеки, скончаются их краткие дни, и вечно протекут они, как гордые, шумя, текущие быстрой реки. Когда из них изойдет дух, о них прибудет только слух, служащих у земли бесчувственно утробе. Лишатся гордости своих, погибнут помышления их, и пышный тикло все сокроются во гробе. 1773 год. Сумаруков. Сумаруков.